меня зовут алексей я занимаюсь майнингом я очень мне с 13 года мне очень тяжело расставаться с биткоинами у меня прям паническая атака при мысли о том что я могу лишиться хотя бы одного биткоина я решил всю свою жизнь посвятить тому для для того чтобы приумножать свои bitcoin у меня сейчас топ-3 mining full казахстана и я этим на это потратил всю жизнь я особо ни в чем не разбираюсь кроме этого я в этом эксперт ну и со своей точки зрения попытаюсь ответить на какие-то ваши вопросы поднимайте руки сейчас где наш модератор он как спикер понятно сейчас подождите максимально тупые вопросы для того чтобы раскачать и вывести наших спикеров с равновесия вот наш модератор спасибо мы вене пошло похлопаем евгению всем привет друзья ответь давайте вопросы да увижу вас умный вопрос или не очень здравствуйте я как майнер майнеру хочу вопрос задать какое твое мнение по поводу майнинга на gpu потому что переход эфирма на proof of stake что ты думаешь по этому поводу вообще будет ли актуален gpu в будущем если можно попросить чуть-чуть ближе микрофон я я не я не я не услышал вопрос как майнер майнеру хочу задать вопрос по поводу майнинга на gpu как думаешь насколько это будет актуально если эфир перейдет на proof of stake или останется только ну майнинг на асиках по видеокартам по видеокартам значит какое у меня мнение значит у меня мнение когда были анонсированы асики на эфир то есть мы с моими коллегами было вот так такое прямо у нас мнение что видеокарты умрут но поскольку очень большие монополисты на рынке они сами под себя придумывают разные ликвидити которые не дадут им умереть поэтому поскольку монополисты видеокарт будут жить столько это и будет работать они просто не уйдут с рынка они сами могут делать какие-то ликвидити в этом поэтому насколько большие такие корпорации которые уже заняли какие-то отдельные куски монополии майнинга будет существовать столько это и будет такие большие транснациональные компании убить невозможно то есть сейчас например приордер асиков сейчас получить новый асик надо вдумайтесь ждать 10 месяцев то есть быстрее чем через 10 месяцев вы не получите асики то при этом этот асик будет не новый на них на нем все 10 этих месяцев будут майнить поэтому единственное что можно купить эта видеокарта второе во всем снг невозможно завести асики потому что асик на него нет сертификации если бы на него была бы сертификация все магазины бы продавали бы асики но нельзя завести просто легально потому что нету сертификации единственное чем ты можешь легально в снг завести и манить это видеокарты поэтому это ниша еще будет очень 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 много лет жить и сейчас новые асики на эфир это вообще никак не скосили евгений меня зовут занимаюсь нфти не свой пул вопрос такой слышал такую версию что вот как раз таки откажутся от видеокарт для майнинга и все эти видеокарты перейдут на рендеринг изображения вот в мета вселенных как вы считаете насколько это вероятно и как быстро это может произойти лично ну мы сами писали с 13 года софт который переключает мощности где дороже там мы продаем у нас есть часть мы с нашли которые постоянно переключаются и уже сейчас иногда выстреливают когда там сейчас от таких больших компаний от netflix последнее время очень сильно стреляет когда им то не там рендерят 4 5 сериалов одновременно у них там 50 60 серий они у нас бывают и вылетая там плюс 20 процентов к максимальному от рынку поэтому я считаю да что за этим будущее сейчас много создается контента и мы сейчас уже то есть это не будущее это сейчас уже есть просто это не так часто но это с последние два года прям по 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 экспоненте может в образа в три-четыре это выросло сейчас рендеринг часы иногда бывает простреливает очень сильно хорошие деньги можно на этом получить не всегда это надо ловить но это уже есть два года назад это это не так было сейчас этого уже гораздо больше всем привет меня зовут артем занимаюсь пиаром блокчейн проектов вопрос следующий как считаете какой блокчейн сейчас является самым трендовым и перспективным который еще не выстрелил из новых давай саша ты начнешь да я отвечу и про рынок блокчейна где мы находимся сейчас действительно будут стрелять блокчейны блокчейнов будет достаточно много скажу несколько цифр на сегодняшний день 18 тысяч блокчейн разработчиков по всему миру у одного только амазона 36 тысяч разработчиков представляете на какой низкой стадии еще находится отрасль просто низкая у эфира 3000 разработчиков официально там гитхабе какой выстрелит и я на проекты уже там несколько лет смотрю на гитхаб и что написано написано в коде сколько там разработчиков зарегистрировано так вот есть большая аналитика агентства которая считает количество разработчиков всего в проекте и как вы думаете какие в какие протокола обладают самым большим количеством разработчиков там биткоин на самом первом месте у нас но он находится по количеству разрабов на пятом это это включая все кошельки все вся инфраструктура которая вроде бы даже блокчейн биткоина не принадлежит на первом месте это эфир на втором месте месте там разделяют поэтому можно судить какой протокол вы если вы выстрелит это мир это avalanche это полька и естественно я предполагаю данные блокчейн и набрали профессионалов они будут пилить про продукты проекты делать экосистему и эти блокчейны будут развиваться если посмотрите то ушибы 0 разработчиков все она может только пампится какими-то там действиями блогеров вот мой ответ заходите на отчеты смотрите аналитику и принимайте решение думайте головой не слушайте все эти сми я тут немного хотел добавить что еще из блокчейнов наверное стоит посмотреть на harmony one а в целом наверное стоит смотреть на те блокчейны которые у которых есть фонды из которых они дают гаранты разработчикам потому что блокчейн это не компания которая разрабатывает это больше это разработчики которые разрабатывают на этом блокчейне в первую очередь и тот же упомянутый harmony я сказал да у них 500 миллионов унир по моему сколько 800 до 800 до 800 до миллионов то есть они выделяют 800 миллионов на то чтобы стимулировать разработчиков разрабатывать приложение на их блокчейне чем больше приложений тем больше пользователей соответственно смотрите на блокчейн который у которых market cap меньше сильно чем топы до чем эфир но при этом есть большие фонды стимулирующие для заработчиков супер кто-то еще хочет мне добавить ничего а есть вообще разработчики в зале да ну ребят так чтобы вы понимали может кто-то из ваших знакомых тоже разработкой занимается сейчас зарплата разработчика на салоне дал мои коллеги искали доходит до двадцати тысяч долларов в месяц на подумать все всем привет меня зовут кристина я занимаюсь digital маркетингом в крипто блокчейн проектах и у меня такой вопрос наверное больше кто не и к саше в контексте дал любая любая ли организация может трансформироваться в формат дау или это должны быть только новые свежие компании хороший вопрос ответ любая уже топовые компании отказываются от своей юридической составляющей и переходят полностью на дал так и новые но причин несколько не всем нужно дал там она не для всех вот идут ты должен понимать для каких целей ты туда идешь снизить политические риски в том числе ответственность фаундеров распределив среди пользователей это да сейчас крипто под юрисдикцией жесткой где-то бывают в некоторых местах но это же мировая вся история поэтому только для для этого даже переходят но я дальше управление деньгами и там какое-то свое участие распределенная туда технически это возможно конечно конечно это даже нужно я уверен что вы не пойдете через какое-то время регистрировать акционерная ложку за нам не нужно будет вот зашли на визе создали за пять минут раздали своим акционерам раздали смарт-контракты своим сотрудникам те автоматически получают деньги зачем вам юрлицо если я могу спокойно на карточку потом обналичить токены проекта все как только инфраструктура будет готова когда ты сможешь спокойно переходить с дау в кэш ну и зачем тебе ложка зачем тебе ложка это чтобы соответствовать законодательству где-то там в каких-то странах это раз чтобы выплачивать зарплату сотрудникам это два для каких еще целей вам принимать платежи принимайте платежи на дал все всем требованиям будет соответствовать саша ним немного не соглашусь в пункте что для всех компаний это подходит во-первых на текущем пункте а вот и не подеретесь не подеремся и государственных не стоит для банковских и так далее это там много организаций которые не перейдут туда не даже даже те компании для которых потенциально это подходит если они уже существует сделать этот переход ну на данный момент практически невозможно потому что все люди в компании должны верить в это в 3 да они должны понимать у них должен быть кошелек поэтому переход вот мы сегодня обсуждали переход агентства да на формат дау в принципе агентство хорошо было работало бы формате дау есть сервисные дау да но но существующее агентство перетащить на дау довольно сложно просто это майндсет как бы я бы предлагал до переходный период какой-то и да действительно можно сделать какой-то переходный сделать и дау если работать в классической какой-то системе ну да да не не тем это нужно во первых вот этот переход а кто может да спокойно переходит спасибо ребят круто меня зовут дмитрий наверное студент в 3 у меня вопрос как раз именно по в 3 так как целом вы говорили все хорошо о нем меня вопрос о том если какие-то очевидные минусы которые уже сейчас есть или которые предполагаются в будущем минус минусы в 3 минусы то что в этом надо разбираться и вам нужно заново заново научиться и по-другому немножко думать и брать ответственность на себя это минус взять ответственность за хранение приватного ключа взять ответственность за вход в проекты в какие-то и это но этот может делать только разумный человек который делает все осознанно и который может всем этим управлять это наверное минус но и огромный плюс растет осознанность у людей о принятии решения и так далее вот ну и минус это переходный период то что не все к этому готовы наверно и это все заработает очень хорошо когда в этой к системе будут все но тогда это будет работать идеально там некоторая кучка людей была готова еще и пять лет назад жить в этой в экосистеме но мы всех ждем когда потянется весь все все люди весь рынок вся экосистема пока что минус что не все даже знают что такое метамаск это минус да я тебе переведу деньги а у меня нету вот это минус и поэтому приходится на таких форумах на таких мероприятиях рассказывать о плюсах о удобстве и я всегда это очень рад делать ну да чуть добавлю в целом большинство того что можно назвать минусом одновременно в 3 является плюсом то есть для разных людей то есть действительно мы очень рано и для многих людей это будет минусом но для тех кто понимает и верит в это это будет плюсом то что мы рано это по сути в 3 это еще очень но это обещание да мы еще далеко от того чтобы она стала реальностью это минус но ну да это одновременно является для плюсов плюсом для тех кто верит в целом мне кажется что в 3 это он не обязательно решит все те проблемы которые у нас сейчас есть до централизация тоже пока возможно в децентрализованных технологиях централизации власти но по сути мы просто это перезапуск интернета и мы зная ошибки веб 2.0 потенциально можем их учесть получится у нас или нет непонятно но мы в это верим у меня еще последний вопрос мне кажется что еще важно посмотреть с какой точки зрения оценивать минусы потому что вот мы ехали утром сегодня на конференцию как раз обсуждали что экспериментов очень много проектов намного больше чем было в эпоху доткомов и с точки зрения инвестора инвесторы попадут на мой взгляд больше да но экосистема будет развиваться быстрее то что больше экспериментов больше проектов и второй момент что я вижу такой минус риск неопределенности то есть мы давно работаем и понимаем как работают централизованные организации где централизованное принятие решения а вот какой будет эффект когда эти организации станут децентрализованными на экосистему на человечество это пока неопределенность и вот это риск и минус да от себя могу сказать что я соглашусь с тони в том что я как крипто энтузиаст мне конечно очень хочется это новая парадигма веб 3.0 хотелось бы конечно это все именно застать в активной фазе все это посмотреть 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 как все изменится но пока на мое мнение это прям такое прям супер далекое будущее из минусов то что оно к сожалению не так быстро она станет сейчас хайп этого и кажется что это совсем близко но к сожалению это очень 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 далеко еще прям очень далеко до этого конечно когда ресторанами заниматься далеко к этому идти переходи уже в активную фазу разработки в 3 лёша делай свои проекты да давай давай я где приду отдельно троллинг организатор лёш ну кстати хороший был вопрос из зала какой твой прогноз то есть это условно говоря 10 20 50 лет но мы же тут зависим от того как как монополисты мира сего адаптируют это под нас то есть мы этим не управляем то есть есть уже какие-то ну серьезные монополисты которые ну там мы не будем говорить там на каких-то там несуществующих вещах там о рептилоидах там о масонах но все равно понятно что этим всем управляют и как только нас это подготовят протестируют нам это дадут поэтому когда это наступит тогда это и наступит ну мы 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 мало на мы можем на это повлиять когда нас подготовят нам нам это просто отдадут пока там там google amazon нам это так просто не отдаст они будут это контролировать или ускорять это или замедлять не знаю у меня другое немножко мнение и это не будет 10 20 50 лет это будет в течение пяти десяти лет может даже в эту пятилетку и я вижу какая готовится инфраструктура и насколько масса adoption который сейчас еще не вывален на рынок и в течение двух-трех лет когда появится удобный функционал когда ты сможешь через iphone каждая бабушка себя создаст дау и переведет токен без знания как это вообще все работает тогда это заработает все должным образом и вы не заметите как как вы будете пользоваться в 3 вы просто этого не заметите вы будете пользоваться и никто никакие корпорации не смогут на это повлиять должным образом когда поняли по ей подтянется инфраструктура интернета спутники маска там дай бог все поэтому не обязательно это так долго ждать и сегодняшнее время технологии просто врываются в жизни и мы не замечаем как начинаем им пользоваться поэтому не так много мое мнение мнение разделились у нас участников дискуссии это здорово посмотреть давайте ребят последний вопрос и уже пойдем все подышим свежим воздухом попьем чаю кофе давайте последний вопрос кто-то есть желающий вот супер спасибо здравствуйте меня паша транс зовут я из минска айтишник инвестор вот это я думаю интересный вопрос будет для многих услышать я обратил внимание что есть блокчейны которых есть смарт-контракты и тогда они могут делать с друг другом мосты и тогда вроде бы они представляют как некую целую экосистему и работает как одно целое они развиваются в это направление есть блокчейны и такие как bitcoin и у них нету смарт-контрактов и сделать не мосты выглядит непросто и тогда они немножко становится как нечто отдельным и я хочу услышать ваше мнение на мой взгляд вот эти преимущества блокчейнов со смарт-контрактами что они становятся нечто целым и ликвидности и функциональность увеличивается и они друг друга дополняют и становится все сильнее но такие блокчейны как bitcoin они слабеют на фоне того как на вся эта кассе экосистема становится все сильнее я наверное не соглашусь что bitcoin от этого становится слабее но в целом сейчас в этом году большой тренд на бридже действительно между блокчейнами плюс появляются ну точнее они уже давно существует но развиваются блокчейны типа полка дота где есть такой ключевой блокчейн как у которого нет смарт-контрактов но есть подключаемые к нему блокчейны которые выполняют роли смарт-контракта и другое есть один из топовых фондов арк инвест которым управляет к эти вот это она там связано с маском них 22 миллиарда в управлении они давали в начале года большой репорт о трендах на десятилетие и они прогнозируют bitcoin миллион долларов цену там к концу десятилетия ну как бы эти ребята что-то понимают можно здесь поспорить ну да я тоже не вижу в этом проблемы что биткоина нет мостов он самодостаточен и он выполняет свою понятную функцию хеджирование как капитала и цифрового золота и биткоину на самом деле но ничего другого больше и не нужно экосистемы развиваются в основном эфироподобные уровень l1 l2 наверное я бы хотел чтобы все было соединено надежными бриджами и я через одно дал в одной сети управлял другими дал организациями своими финансами и пользовался этими бриджами но пока что мое отношение к бриджам довольно таки отрицательно это самое слабое звено которое сейчас может быть в экосистемах мы очень уже насмотрелись на огромное количество случаев взломов бриджей и нестабильной работы но я бы подождал еще пару лет пока этот рынок не устаканится пока не будет запущен действительно надежный бридж через которую я бы не побоялся миллион долларов переправить а пока что я перехожу прохожу их стороной да соглашусь с сашей у биткоина совсем там понятно сейчас много есть информации для людей которые недавно пришли в крипту и они читают разные статьи и анализируют но не не всегда правильно у биткоина на самом деле другие абсолютно задачи ему не надо быть супер технологичным уметь там смарт-контракт и супер скоростные транзакции у него совершенно другие цели которые он выполняет и тащит за собой весь рынок и если не дай бог сейчас в течение года произойдет медвежий тренд то биткоин упадет на 40 процентов эфир упадет в два-три раза все все остальное упадет на 90 на 95 процентов вообще легко мы пойдем покупать это все он айси ваш дп ты покупал восемнадцатом году я сегодня не пирал там ничего вас кроме эфира все всем спасибо